В Красноборске оглашен приговор сотруднику детского дома, по вине которого утонули дети. Трагедия произошла в июне этого года. Инструктор по труду Алексей Беляков отправился с группой воспитанников в лес, отпустил детей купаться и оставил без присмотра. В результате двое подростков утонули. Суд признал Белякова виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии и поселении. Проект регионального бюджета внесен в областное собрание. Общий объем доходов казны по морю должен составить почти 60 миллиардов рублей, сумма расходов на 2 миллиарда больше. В частности, меры поддержки населения, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, увеличены почти на 6%. На уровне текущего года сохранены расходы на детскую оздоровительную кампанию. У депутатов есть две недели на обсуждение проекта бюджета. Первое его рассмотрение назначено на 30 ноября. Сегодня в Архангельске начинаются ломоносовские чтения. В этом году они приурочены к двум юбилейным датам. 305-летию со дня рождения нашего великого земляка и 45-летию самого научного форума. Вопросам развития минерально-сырьевого комплекса России будут посвящены доклады ведущих ученых Российской Академии Наук на пленарном заседании чтений, которые состоятся в 16 часов в Театре Драмы. Там же будут вручены ломоносовские премии, на соискание которых было выдвинуто свыше 30 работ. Кадеты Архангельска стали бронзовыми призерами международной смены за честь отчизны. Третье место среди команд кадетских образовательных учреждений России и Республики Беларусь заняли воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала Кузнецова. На гражданско-патриотической смене за честь отчизны собрались 500 кадетов из России и Республики Беларусь. Главная цель – налаживание дружеских связей между кадетскими движениями двух государств. В расписании игр Архангельского водника в чемпионате России по хоккею с мячом произошли изменения. В связи с подготовкой столичного спорткомплекса «Крылатская» к спортивному празднику, приуроченному к 70-летию святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла, матчи «Динамо-Москва-водник», которые должны были состояться 29-30 ноября, переносятся на 24-25 ноября соответственно. Время начала матчей – 24 ноября в 11 часов, 25 ноября в 12 часов. Сегодня в Архангельске пасмурно. В течение дня пройдет снег. Столбик термометра в течение дня будет держаться на отметке минус 4 градуса. Типа года второй благоприятный. Всего вам самого доброго. И помните, каждый час на канале ПС программа «Сейчас в регионе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин